Поговори сегодня. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец. Привет, Ваня. Привет, Костя. Представься, пожалуйста, расскажи просто с какой нишей пришел к нам на тренинг директологов и на каком тренинге директологов по номеру, по счету был. Так, ну это у нас был девятый, по-моему, тренинг. Да. Соответственно, с нишей я пришел с ремонтом компьютеров и зовут меня Иван. Супер. Ваня, расскажи, пожалуйста, ну, собственно, какие основные… Ну, мы что прошли? Мы прошли Яндекс.Директ, Google AdWords, там ВКонтакте, ну и так далее. Ну, вообще я проходил из-за AdWords. Вообще я проходил из-за AdWords. Ну, по Яндекс.Директу у меня, конечно, тоже были вопросы, но там, скорее, были вопросы… Небольшие. Ну, не то, что они были небольшие, они на самом деле были достаточно важные. И, в принципе, вообще ты ответил на те вопросы, которые никто не мог ответить. Я задавал там и туда, и сюда. И у каких-то, кстати, даже известных иногда чуваков у меня удавалось как-то с ними общаться, но они отвечали очень странно. Ну, то есть, как-то у меня складывалось впечатление, что они не знают. И так просто, ну, там, посмотри, ну, бывает такое. А ты прям четко, ты, конечно, мучился, может быть, из-за моих вопросов иногда, потому что я просто задолбал тебя именно, но ты ответил на их как бы. То есть, вот все вопросы именно с профессиональной точки зрения ты ответил, и меня вот подкрепило. А по Google AdWords расскажи? Ну, Google AdWords я вообще не знал. Ну, вернее, у меня был опыт. Вот мне сказал, собственно, мне сказали, сделай Google AdWords. И я сделал, по-моему, три или четыре года назад, я просто взял и скопировал Яндекс туда, и все. И он как-то там работал. По-моему, до сих пор там так вот как бы и работает. Может быть, его, конечно, меняли, но вот, то есть, я вообще не понимал, как там, чего. Я как-то открыл и закрыл. И, в общем, но вот после тренинга, когда мы проходили, то все стало понятно. То есть, были аналогии. Вот как этот Direct Commander в AdWords, как он там называется? AdWords Editor. AdWords Editor. Вот, ну, просто по программам еще не вник, но суть понятна. То есть, все по шагам, все ясно, как бы, и можно настроить. То есть, вот эта вот инструкция, которая хоть и занимает достаточно большое время, но она, главное, есть, и по ней понятно. Расскажи, что поменялось вообще в Директе, в AdWords, в твоем? Какие результаты сам тренинг принес? Понятно, что по шаговой инструкции понятно, как настраивать результаты. Ну, наверное, по Директу больше важно, потому что вот у меня была еще такая важная проблема, кстати, которой я вот сейчас до сих пор иногда общаюсь с людьми. И вот буквально неделю назад была ситуация, когда я общался со специалистом, прям, с компанией по Директу. Вот. И он должен был мне как бы это все рассказывать. А в итоге я его обучил, во-первых, пользоваться мастером отчета 2.0. Мы с ним приятно очень пообщались. Он говорит, а что, так можно? Можно делать СС? Ничего себе! Значит, а во-вторых, собственно, вот именно вот эту историю про новый аукцион Директа. Я, по-моему, до того, как попал на тренинг, я, по-моему, посмотрел 4 или 5 видео именно вот про новый аукцион. И, в принципе, ничего не понял. Ну, как впрочем, мне кажется, и лекторы как бы не особо поняли. И этот чувак тоже ничего не понял. И тут я ему объяснил именно вот про то, что про вот эти вот, про градацию первого, второго, третьего места, это как оно на самом деле работает. Вот это было очень важно. Ну, как бы вот. У него был шок. Ну, конечно. Конечно. Так, а по результатам вообще самого Директа у тебя что поменялось? Ну, вот у меня была проблема в том, что я там тестировал некоторые слова, они просто не показывались. То есть я, как бы, все, ставка стоит чуть-то там не в два раза выше, а его просто там нет. Просто нет. Потому что стратегия стояла неправильно. Просто он был поменять. Ну, поменяли стратегию, она сразу влезла. Ну, да, там расход пошел, но это уже вопрос ниши, вопрос там каких-то окупаемостей и так далее. Но была проблема в том, что иногда показов вообще просто не было. То есть ты как бы ты не хотел туда влезть, даже при большой ставке показов просто не было. Как только мы поменяли стратегию, все нормально. Ну, и давай я тебе два последних заключительных вопроса задам. Сначала первый. Как тебе вообще вот сам тренинг, вообще вот эта вот инструкция, она тебе поможет в дальнейшем какие-то другие ниши развивать и так далее? Ну, конечно, естественно. Если я, ну, вообще вот еще, кстати, очень важный момент про сертификаты. Я могу сказать, что это очень круто. То есть вот то, что вы даете сертификаты, вот в конце вот это все вот как-то, приобретает какую-то некую официальность это все. Это как, ну, получить новую специальность. Это, короче, очень греет. Реально, вот есть люди, которые там наградки свои выкладывают, там, вот это как бы есть такой эффект. Ну, и второй вопрос, последний. Я уж тебя не буду мучить ВКонтакте и так далее. Кому бы порекомендовал тренинг? Ну, вообще лучше, конечно, директорам пройти для начала. Если человек хочет нанять, вот именно, я вот просто немал директологов. Я хочу сказать, что если вы хотите нанять директолога, нормально. И понять вообще как-то, попытаться понять, что он там делает, как бы, чтобы адекватным быть заказчиком, надо обязательно пройти хотя бы, посмотреть, может быть, ну, чтобы представлять. Ну, и самим директологом, наверное, тоже. Потому что за... Вот я смотрел в записи седьмую часть тренинга директологов и еще ряд, как бы, тренингов. Соответственно, с тех времен все поменялось. То есть, многие моменты, ну, как бы, общие, понятно. Ну, вот... И, кстати, вот этот специалист, он до сих пор работает там по системе, там, все закавычить, там, все вот это. То есть, я теперь, я чувствую вот этот дух там 2013 года, он прям меня обивает, когда с людьми иногда общаюсь, которые, ну, позиционируются как директологи. Я чувствую, что вот они немножко отстали. Но это нормально. Вот вообще, если правильно настроить директ, потом его трогать вообще не хочется. Вот, в принципе, такой эффект, кстати, достигается. Все, спасибо тебе большое. Приятно было, что проходил наш тренинг. Продолжение следует...